Здорово мужики. Мы группа Миллиард. Блэк Бэд из Краснодара. Приветствуем всех. Готовы рассказать все, как на духу. Все, о чем нас просят. Первый банальный вопрос, с чего началось ваше увлечение тяжем? Как вы вообще в руки гитары взяли за ударку, там, сели и все такое? Мы уже ребята взрослые, поэтому у нас, скажем так, лет 10 назад, как все началось примерно. Я думаю, со школьной скамьи. Я хочу сказать, что я еще в 4 года начинал слушать рок. Ну да, тут еще больше. Хрен знает, когда было на самом деле. С детства слушали, да, с юности. Бин Флойд, Бин Флойд, Бин Флойд, на виниле. Потом все. Тяжелее и тяжелее его докатились до такой жизни. Битковьи вообще с треймачами в России, как вы считаете, есть опыт? Есть у вас же опыт? С треймачами в России, я считаю, вообще... Ну, не то, чтобы провал, но своеобразно. Ну, здесь, знаешь, палка о двух концах. Во-первых, я могу сказать, есть факты определенные, что ребята, некоторые наши, российские, они подписывали контракты из Санитуре Медиа еще в 90-х и так далее. То есть у нас и был уровень, в принципе, и он и есть. Но по каким-то экономическим причинам, по внешнеполитическим, ну, это очень такой, как бы, одно из другого вытекает, очень такой вопрос обширный. Не было возможности, на самом деле, у ребят, как бы, интегрироваться в Европу и быть именно действующими командами в России. Наверное, как и во всем мире сейчас с тяжелой музыкой у нас небольшие напряженки, потому что всем нравится всякая горимая поп-стайль, клубная херня, рэп русский и прочая шварь. Как бы, это набирает обороты, популярность. Музыка всегда была для узкого круга людей, так сказать. Прошу еще заметить, просто некоторые стали забывать, что музыку на инструментах играет еще, а не на компьютере воспринимаются. Ну, здесь просто я бы подытожил, сказал, что каждый стиль музыки, наверное, имеет какой-то свой определенный период жизни, да, когда он испытывает пик. Вот это для метал-музыки, в принципе, всей, она уже пережила вот этот пик свой. То есть сейчас либо, что, скорее всего, наступит какой-то новый этап, что потребует времени, скажем, 10-15 лет, вольется во что-то другое. То бишь, в свое время там джаз или блюз, это тоже, они пережили пик, и они до сих пор живы. Просто они прошли какой-то этап, когда они дошли до чего-то другого. Люди так же ходят, слушают. В общем, андерграунду тяжело, да. А где бы вы хотели вообще побыступать, ну, хотя бы, там, теоретически, и практически, ну, вообще, в какой точке земного шара или еще где-нибудь? Ну, вообще, в Украину мы уже ездили, и вот сейчас скоро поедем, нам очень понравилась вообще украинская публика. Ну, вот лично меня, допустим, очень интересует больше Азия. Ты бишь, Япония, Таиланд, Индонезия, для меня тут, наверное, наиболее интересные публики. Они, на мой взгляд, до сих пор не зажравшиеся, что называется. Они ходят, они более фанатичные, менее придирчивые, чем, допустим, в Европе. Хотелось бы выступить в Южной Америке, в какой-нибудь Чили, или в Кругуае, может быть, в Новой Зиландии, где-нибудь подальше, да, очередь, на другую половину шарика. Амидо Скандинавия? Да, я буду. Не все понимают ваше название группы. Почему Миллиард? Как там? Потому что дохуя, да? Тут на самом деле фантазировать можно много чего. Подожди, насчет у нас, у нас есть примерно уже, концепт. Концепт, да, не достоин ты его сейчас озвучу? По-моему, не стоит. Достоин. В общем, Миллиард — это число единицы и девять нулей, где единица символизирует Рогатого, всех поняли, да, а девять нулей — это девять проявлений хаоса, девяти темных богинек, которые окружаются. В этом году надеемся, что порадуем фэнов, и не только фэнов, надеемся, что они появятся выпуском альбома своего первого. Полноценная работа уже идет. Вот, в принципе, все песни ударных партий записаны, все песни, все партии ударных записаны. Да, осталось, так и сказать, и начать, и кончить. Вот, что еще в будущем? Ну, надеюсь, порадуем еще выступлениями, как бы, не один раз, нескольких. Возможно, осенью будет небольшой фестиваль, вокальный. Можно сходить, скорее всего. Ну, в принципе, как бы на этот год. Ну, думаю, что выпуск альбома — это для нас самое важное сейчас. Ну, и, думаю, пару фестов мы еще посетим. Расскажите про клип вообще. Как вы его снимали? Это интересная история. Вы его очень долго готовили, в 9 месяцев, кажется, да? Да, переписывался сценарий, во-первых, столько раз. Мы шесть, этим самым, да, шесть раз переписывался сценарий. Сколько раз успели посраться? Человека, который снимал нам клип, мы просто измучили ему голодом. Да, да, бессонные ночи постоянно, да, что-то рабочий компьютер. Да, потому что ему привиделось, да, все это в голове не смешивать, вот, сценария с сценария, а именно разделять, потому что, если, по-моему, то все делал, то как... Мы допустили самую главную ошибку, то есть мы вначале не сделали полной раскадровки, не расписали, как это вообще полно делается в кино, в клипах, да, в нормальной индустрии, то есть расписать по картинкам то, что ты хочешь в итоге иметь, да, клип изначально. Вот мы этого не сделали, то есть не было ни раскадровки по времени, ни каких-то чего-то визуально изображенного, то есть мы сразу на ходу начали импровизировать, да. В общем, это была наша первая работа, первый опыт, наломали дров, накосячили, набили кучу щушек, получили опыт, ну, в общем-то, получилось то, что получилось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok